Здравствуйте, братья и сестры! В эти предрождественские дни я хотел бы сегодня с вами вспомнить, пересказать вам, если угодно, одну из новелл-рассказиков, небольших о Генри, известного писателя, который писал много о Рождестве, западная литература богата рождественскими темами. У него есть один из шедевров, под его пера вышел рассказ «Дары волхвов», если вы знаете, он экранизирован неоднократно. Чудный рассказ о бескорыстной любви, о том, как люди жертвуют самым лучшим друг для друга в память о Христе в эти святые дни. И вот у этого же писателя есть и в цикле его рассказов, нью-йоркских рассказов, один, мне кажется, очень полезный, такой умный рассказ, из которого можно излезть для себя некоторую пользу. Нью-Йорк о Генри – это Нью-Йорк начала XX века. Это огромный город, город, совмещающий в себе, как в советские времена говорили, много контрастов. Это и трущобы, и богатство. Богатство настоящее, богатство мишурное. Настоящее, то есть настоящие бриллианты, настоящие дорогие рестораны, один обед, в которых стоит месячного жалования среднего клерка. Настоящее, витрины с настоящими товарами. И огромная масса простых мелких людей, которые хотят примазаться к этому богатству, погреться в лучах его славы, побыть похожими на тех, на кого они смотрят издалека, на тех, которых показывают в кино. В этом смысле Нью-Йорк тогдашний, очень похож на нашу жизнь сегодняшнюю. Наверное, Нью-Йорк сегодняшний, потому что человеку часто хочется быть, не быть, но казаться. Быть, казаться похожим на того, кто для тебя является каким-то идеалом. Это может быть киноактер, какой-нибудь миллионер и так далее. Вот следующий рассказ. Молодой человек работает в фирме, работает как волк, как хорошая, как патагонная, капиталистическая система. Получает маленькие деньги. У него герои получают примерно 5-6 долларов в неделю. Умудряется копить ещё, откладывая примерно по доллару в неделю. Доллар дореформенный, до Великой депрессии доллар был примерно в 30 раз по платежеспособности, дороже сегодняшнего, кстати. Это мало для тогдашнего жителя. Всё равно это немимилированные комнаты в больших небоскрёбах, комнаты, где вода и туалет по коридору, одна только тумбочка. И там они мечтают об этой американской мечте. Молодой человек, копя, откладывая по доллару в неделю, покупает себе, потихонечку приобретает такой костюм богача, костюм молодого Дэнди. А затем, опять-таки, продолжая копить, пытается раз в три месяца, чаще не получается, на накопленные 10-15 долларов шикарно обедать в шикарном ресторане. В это время он может себе позволить бросить лакею, официанту, какую-нибудь чаевую бумажку. Он может закурить дорогую сигару, он может повести себя так, как ему хотелось бы вести себя всегда, но он эту роскошь себе позволяет только раз в месяц. И вот сей молодой человек, герой небольшого этого рассказа, идёт по улицу Нью-Йорка в один из ресторанов, куда он намерился сегодня пойти, чтобы отдохнуть и исполнить такой свой этот ритуал ежемесячный. И по улице он видит, идёт девушка молодая, красивая, одета очень скромно, она подскальзывается и поворачивает себе ногу, не оттуда подворачивает. Он помогает ей подняться, по виду видит, что она очень такая скромна, и он решает шикануть перед ней и разделить свою трапезу сегодняшнюю вечернюю с нею, и приглашает её в ресторан. К тому же нога у него немножко опухлая, и нужно посидеть для того, чтобы дойти до дома. Он идёт с ней в ресторан, там угощает, денег у него хватает на как раз такое пиршество одномесячное. И у него развязывается язык, и его несёт. Он начинает выдумывать о себе, вживается в образ капиталистической акулы, начинает говорить какие-то банальности, дескать, вот мы богатые люди, мы так устали от богатства, мы так хотим простоты, тепла, нам так, значит, трудно жить среди хищников капиталистического рынка, мы так боимся зависти, и так имеем мало нежных чувств в своей жизни. Она слушает его внимательно. Ест мало, ест очень скромно, ведёт себя со вкусом, и во всём показывает очень воспитанную, очень порядочную девушку из очень скромной семьи. А его несёт. В конце беседы она говорит ему, что грустно жить так, как вы живёте. Говорит, что же вы живёте без любви, только ради одних денег. Он говорит, да, знаете ли, деньги, деньги, всё время деньги, значит, богатство, жизнь проходит, а любви всё нет. Ну и на том они расходятся. И он приходит в свою коморку и думает о том, как хорошо он провёл свой вечер с неким осадком того, что жалко, что он так забрехался, что Остапа понесло, и что он так много навыдумывал. Может быть, стоило с ней попроще повезти. А девушка оказывается дочерь настоящего миллионера. Она приходит домой в роскошный особняк на какой-то там из дорогих улиц, где уже вся семья в переполохе, все ждут её, и говорят ей, ну, Молли, насколько можно, твои выходки уже нас все замучили, ты одеваешь бедное платьичко и ходишь по улицам Нью-Йорка, это небезопасно. До каких пор ты будешь, значит, без охранника, без кого-то, без старших, ходить и так далее? Где ты была? И она рассказывает своей то ли старшей сестре, то ли какой-то женщине дома, что я подвернула ногу. Говорит, у меня так случилось, что меня вот помог один молодой человек, так и я посидел в каком-то ресторане. Жалко, говорит, что он не простой бедный человек, потому что если бы на его месте оказался простой бедняк, юноша, воспитанный, работящий, трудолюбивый, я бы, пожалуй, оставил ему свою визитку, значит, и, наверное, бы встретилась с ним ещё. Но эти люди из нашего света, они так скучны, они думают только о деньгах, они говорят только об этом. Я бы очень не хотел выйти замуж за такого человека. Я бы хотел выйти замуж за человека, который ценит девушку, который видит в ней человека, а не там приданные и так далее. И вот об этом я мечтаю. Такая в духе у Генрия такая история о том, как разошлись в море два корабля, могшие, в общем-то, остановиться друг возле друга и перебросить трап с одного борта на другой. Так человек пропускает своё счастье, когда пытается жить чужую жизнь. Так человек, подражая кому-то и не будучи кем-то, но желая казаться им, то есть быть или не быть, думал Гамлет, а согласно одному из философов современности, человек не решает вопросов, быть или не быть сегодня, решает вопрос, быть или казаться. Выбирает сторону казаться. Он покупает для себя атрибуты дорогой жизни. Среднего достатка человек, как доказано психологами, одевается дороже и роскошнее, чем миллионер. Миллионер часто экономнее, чем человек среднего достатка или даже ниже среднего достатка. То есть кто покупает какие-нибудь дорогие толстые золотые цепи, кто покупает какие-нибудь бриллиантовые, какие-то украшения, какие-то дорогие одежды внешние, кто болеет по машинам. Это, в общем-то, такая жлобоватая душа вчерашнего бедняка. Сегодня чуть-чуть вылезшая из вчерашней прокопчённой кухни. Вот он, собственно, покупает это. Ему это для статуса нужно, подняться в своих собственных глазах. Миллионеру-то не надо. Даже недавно вышла интересная книжка «Мой сосед миллионер», где есть психологический портрет среднего американского миллионера. Это человек примерно 55-60 лет, муж одной жены, жена которой или домохозяйка, или учительница, одевающийся на распродажах, никогда не покупающий часы, дороже 100 долларов, боящийся дорогих машин, буквально боящийся, ездящий в машинах среднего или ниже средней стоимости. То есть абсолютно расходящийся образ с тем, что мы себе рисуем, когда представляем себе миллионера. Это потому, что наши миллионеры – это вчерашние жлобы, которые, собственно, ничего за душой не имеют, кроме того, что зимит в кармане. И вот молодой человек пытается жить так же, попадает в просаг. На самом деле счастье было так возможно. Одним лишь только счастьем, которое для него доступно, это никогда не узнать о том, что он буквально сейчас мог влюбиться в настоящий миллионер и понравиться ей за свою доброту, отзывчивость и бескорыстное сочувствие. Так что, дорогие братья и сестры, безусловно, без всякого сомнения, мы проходим мимо своего счастья зачастую и берем на себя чужие проблемы из-за того, что живем не своей жизнью. Писал один пошловатый поэт, Игорь Губерман, но у него в этой такой, его гарики такие, в этой четверости, что мне кажется, он правду говорит, то наслаждаясь, то любя, держась пути любого, будь сам собой, а то тебя посадят за другого. Будьте сами собой, братья и сестры, и в этом, наверное, счастье человека не в том, чтобы бизону быть похожим на бабочку, а горе соревноваться с рекой. Надо быть самим собой, и тогда человек находит сам себя и вместе с собой то, что ему нужно. До свидания, братья и сестры, ангелы-хранители.